Дорогие студенты первого курса Дорогие студенты первого курса Дорогие студенты первого курса Один из самых известных космонавтов Последнего времени Закончил ВМХ Георгий Михайлович Гречко Один из самых известных космонавтов Советского периода космонавтики Из совершенно другой области Можно сказать Например сконсоров Современного спорта Это президент СКА Геннадий Николаевич Тимченко который собирается строить один из самых крупных стадионов в нашем городе, наш выпускник. Кирилл Селезнев, спонсор Ленинградского Зенита, президент Межрегион ГАЗа, наш выпускник. Огромное количество генеральных конструкторов. Например, все мы сейчас занимаемся спутниками, космическими системами. Николай Алексеевич Тистоедов, главный конструктор группировки ГЛОНАСС, также выпускник военмеха. И этот список может быть продолжен в самых разных измерениях. Этому способствует успешности выпускников военмеха наша жесткая система подготовки. Поэтому обратной стороной медали престижности нашего вуза есть достаточно жесткий учебный процесс. И мы все прекрасно понимаем, преподаватели, и вы должны это понимать, что 1 сентября это с одной стороны праздник, с другой стороны это тот день, когда вы должны настроиться на нормальную работу, нормальную учебу. Военмеха – это вуз, который очень серьезно относится к образованию, к образовательному процессу, к научной работе. У нас огромное количество аудиторных занятий. Процент отчисления, конечно, у нас высокий, но я не стал бы вас этим пугать, потому что во всех вузах есть отчисления, и вы выбираете свой путь жизни. На протяжении этого пути вас будут сопровождать деканы, деканаты. Вы должны с ними тесно взаимодействовать. Сегодня вы увидите и деканов факультетов своих, познакомитесь на кафедрах при вручении студенческих билетов. Преподаватели очень радуют за то, чтобы вы закончили вуз, и лучшей награды для преподавателей нет, чем ваши успехи. Но для того, чтобы эти успехи у вас появились, вам придется пройти путь достаточно тяжелый в вузе. Хочу также обратить внимание, что в ВМХ очень большой объем работы, связан с воспитанием, с патриотической работой, спортивной работой. И попав в наш город, Санкт-Петербург, город культуры, многие из вас иногородние, вы должны приобщиться ко всему этому и понимать, что в основе успеха ВМХ не только учеба, о которой я говорил, но и гармоничное развитие личности. Итак, помните, что ВМХ лучше всех, но в этой короткой фразе заложен очень тяжелый путь студента, пройти через все курсы ВМХ. Поздравляю вас с первым сентября, желаю успехов, добрый путь!